Поклоняться Тебе в таком прекрасном месте, в таком прекрасном городе, в такой прекрасной стране. Благодарим Тебя за Твое Божье присутствие. Аллилуйя, Отец, Ты ищешь себе поклонников, которые поклонялись бы Тебе в Духе и в Истине. И, Господь, мы благодарим Тебя за то, что, Господь, мы когда-то нашлись в Тебе, Господь, Отче. Не со своей праведностью, как написано, но с Твоей поверье, Господь, нашего Господа Иисуса Христа. Тебе за все слава, Господь, благослови, Господь, Слово Твое Иисус, дай нам принять Его, чтобы это Слово в свое время принесло обильный плод праведности, плод Святого Духа, плод Святости, плод Твоей любви. Аллилуйя. Аминь. Тема моей проповеди сегодня – уровень цивилизованности глазами Христа. Да, может быть, немножко я тут закрутил с названием, но на этой неделе просто пришла такая мысль о том, что вот как Бог оценивает нашу цивильность, нашу культуру, уровень нашей жизни. И вот пришло такое слово, которым я сегодня хотел бы поделиться. Это мое откровение, которое вы нигде не прочитаете. Ну, единственное, что статистические данные я хотел бы просто привести, как вообще понятие цивилизованности определяет Google, Википедия. В каждой стране есть какие-то свои собственные критерии цивилизованности. У высокоцивилизованных стран одни критерии, одни потребности. У стран третьего мира уже совершенно другие критерии. Они как бы так стараются прикрыть, завуалировать несчастье своего народа, где-то что-то там не договорить, где-то что-то так не досказать. Но основные критерии всего мира, они такие, что по этим критериям можно определять, на каком уровне находится держава. И первое – это ценность человеческой жизни. Ну, я могу так сказать, не во всех странах человеческая жизнь ценится вообще. Когда я был, например, 10 лет тому назад, даже раньше, где-то в 2006 году, я первый раз попал в Китай. И я увидел такую картину, когда я просто куда-то шел с учебы или на учебу. Я видел, что огромная толпа бежит за одним китайцем. И из толпы выделяется один такой более здоровый китаец, мужчина. Видно, что он такой спортсмен, что он быстро бегает. И он догоняет этого китайца, который убегает от толпы. И сбивает его с ног, поднимает камень и заносит от камня над его головой. И в этот момент этот китаец, который упал и лежал на земле, он начал шарить у себя по карманам. Выворачивает карман и показывает, что у него ничего нету в карманах. И тогда толпа подбежала, они начали кричать. И в конечном итоге этот китаец, который такой с камнем, он выбросил этот камень. И потом через переводчика мне просто объяснили, что здесь случилось вообще. Ну, она там подошла, спросила. И объяснили так, что этот китаец на рынке что-то украл. Ну, якобы что-то украл, что-то стащил. И кто-то закричал, что это вор. И толпа за ним погналась. Ну, выяснилось, что он на самом деле ничего не украл. И переводчик говорит, что если бы узнали, что он что-то... Ну, если бы в карманах что-то оказалось бы, его бы убили. Прямо там на месте. В Китае того времени, то есть еще 10 лет назад, был очень распространен самосуд. То есть там без разбирания, без следствия. То есть потом бы приехала полиция, началось бы расследование. Ну, сказали там, что он что-то украл. И полиция тоже бы на это закрыла глаза. И никого бы не посадили. Потому что воровство в Китае не приветствуется вообще. И к этому довольно очень жестоко. Ну, если говорить про там еще 20 лет тому назад, то прямо тут же на площади этого человека могли бы просто казнить тем, чтобы просто отрубили ему руки. Ну, это уровень цивилизации. Хотя, казалось бы, Китай, можно сказать, высоко цивилизованная держава, древняя культура. Ну, вот по тому, как ценится там человеческая жизнь, я бы не назвал бы эту страну на сегодняшний день высоко цивилизованной. На втором месте стоит качество жизни человека. Третье. Баланс личных и общественных интересов. Четвертое. Высокий уровень образования. То есть, довольно высоко ценится. Ну, например, в России считается, что довольно высокий уровень образования, если сравнивать его с другими державами. Но, с другой стороны, в России высокообразованность, она автоматически не позволяет тебе жить хорошо. И поэтому это как бы нельзя назвать высокообразование в России, что это вот как бы, там, обязательно это критерии высоко цивилизованного общества. Пятое. Доступность и высокое качество медицинских услуг. Шестое. Роль государства вообще. Есть ли там качественная система управления. Седьмое. Отношение к окружающему миру и природе. Восьмое. Уровень употребления. Девятое. Открытость и честность при передаче информации через средства массовой информации. Я хочу сказать, что на сегодняшний день вы мало найдете стран, которые дают объективную информацию через СМИ. Гарантированное право на труд. Расслоение общества. Равенство перед законом. Соблюдение прав гражданств. Насколько работает суд. Действительно в государстве. И контроль рождаемости. Расслоение общества. Вы знаете, я хотел сегодня показать один клип, но что-то там не получилось. И я просто расскажу клип. Он, я думаю, что много людей его уже успели посмотреть. Я думаю, что многие из вас его посмотрели. Но это было где-то там несколько месяцев тому назад. В прошлом году я этот клип первый раз увидел. Это социальный такой клип, который говорит о том, что ну просто представьте себя вот в такой одной большой шеренге. И это шеренга из людей разного возраста, разного социального уровня. Представьте, что вы там стоите. И вам предлагается пробежать беговую дорожку. Ну то есть это примерно 100 метров. И награда, конкретно награда 100 долларов. 100 долларов получит тот, кто добежит первым. Но перед этим сообщается о том, что будут выдвинуты некоторые условия. Пусть сделают два шага вперед те люди, перед тем, как я скажу, марш. Те люди, у которых родители не были в разводе. У которых была полная семья. И если у вас была полная семья, вы тогда можете делать смело два шага вперед. Следующее заявление. Сделайте два шага вперед те, у которых был реально отец. Ну не тот, который был просто где-то там, что вы знали, что где-то отец есть. А на самом деле он вами не занимался. Сделайте два шага вперед, если у вас была возможность заниматься с репетиторами. С платными репетиторами в детстве. Сделайте два шага вперед, если вы никогда не беспокоились о финансовом отношении в семье, финансовом состоянии. Сделайте два шага вперед, если вам не приходилось помогать, оплачивать своим родителям счета. Сделайте два шага вперед, если у вас была возможность учиться в каком-то элитном учебном учреждении, которое позволило вам открыть или открыло перед вами врата всего мира для того, чтобы устраиваться, трудоустраиваться. И было сделано еще несколько заявлений, и потом было сказано, что те люди, которые уже далеко шагнули, уже сделали 20 шагов, кто-то сделал больше, и, конечно, у них были большие шансы первым пересекнуть, пересечь финишную прямую и получить 100 долларов. Им было объяснено о том, что для того, чтобы им оказаться на этом месте, на котором оказалось, они сами не приложили никаких усилий. То есть это была или помощь государства, это была или помощь родителей, это была или финансовая помощь родственников, то есть они где-то стояли уже на чьих-то плечах, и то, что они имеют на сегодняшний день, вот эту стартовую площадку, это благодаря кому-то. Не у всех равные возможности. И ведущий попросил развернуться. Вы знаете, вот если по этому тесту, я вот по этому тесту не сделал практически ни одного шага, то есть я сделал только два шага, потому что я закончил все-таки учреждение, потому что в те времена, когда я учился в медицинский институт, университет, он, слава богу, он был бесплатный, и первый университет я закончил бесплатно. Но потом начались платные, и потом я уже работал, и была возможность их оплачивать. Но я могу так сказать о том, что когда ведущий просто предоставил сравнение, посмотрите теперь, кто из вас победит. Те, которые остались, то есть несколько человек, которые не сделали ни одного шага, потому что у которых были неполные семьи, у которых родители там были в разводе, отец никогда не занимался, только иногда приходил и просто платил алименты, просто здрасте, до свидания. Те, которые не имели возможности нанимать репетиторов, изучать английский или какие-то другие языки. Те, которые не имели возможности вообще каким-то образом вот просто вот получить какое-то достойное образование, которое бы дало возможность им хорошо трудоустроиться. И, вы знаете, этот такой вот социальный эксперимент для меня лично открыл о том, что на сегодняшний день диапазон между странами третьего мира и высокоразвитыми странами, он просто огромный, это просто какая-то колоссальная пропасть. И тогда я подумал о том, что как Бог вообще смотрит на понятие цивилизованности, я задумался над этим вопросом, и Бог мне открыл несколько мест из Писания, которые я хотел бы сегодня, чтобы мы вместе буквально зачитали, потому что у Бога, у Иисуса Христа, у Него другие взгляды, у Него другие ценности. И первое место, которое я хочу вместе с вами открыть, это книга Деяния, 15 глава, и слава Богу, что у нас есть Бог, а без Бога не дай Бог. И вот в этой главе, в 15 главе книги Деяния, 22 стиха, сейчас на проекторе тоже это место появится, и здесь написано, что тогда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили, сбрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавой, именно Иуду, прозываемого Варсавой, и силу мужей начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее. Апостолы и пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Что нам надо делать? Первое такое, что нам надо исполнять, как заповедь, нам надо научиться радоваться. По елику, то есть по передаче, тогда была другая почта, просто на конях или на осликах, бегуны куда-то доносили почту, передавали таким образом. Мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами. То есть евреи пришли к язычникам, уверовавшим, и начали их смущать, поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То есть нас, язычников, обращенных из язычников, нас это не касается. Мы не призваны обрезываться, и мы не призваны тем более соблюдать Моисеев закон. То мы, собравшись единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнабу и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. И так мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. И перечисляется, вот нам надо это четко, вот кроме вот первых заповодей, которые мы все наизусть знаем, да, возлюбие Господа Бога всем сердцем и возлюбие ближнего своего, нам очень важно помнить наизусть вот те постановления, которые нам поручены исполнять. Воздерживаться от идола жертвенного, идола жертвенная что это? Это то, что приносится в жертву каким-то идолам. Иногда просто вот приглашают там во время похорон, там приносят какие-то жертвы целенаправленно во имя каких-то мертвых, великих людей, и это надо необходимо съесть. Или в некоторых странах это и по сей день, то есть приносятся пленые жертвы, ну, например, в Северной Корее точно знаю, что и по сей день к памятнику Ким Ир Сена приносятся какие-то пленые плоды. И они там складываются, и это потому что и по сей день он является для них как Бог, это кумир Северной Кореи. И там же совершаются какие-то вот такие идолопоклонства, поклонения, люди падают, кланяются, молятся этому человеку, который умер, которого уже нету, и который, ну, предположительно, находится не в хорошем месте. Воздерживаются крови, воздерживаются удавленные. Удавленные это то, что вот, ну, на самом деле там животное где-то забилось, там между веток и удавилось. Это кушать нельзя. Воздерживаются блуда и не делая другим того, чего себе не хотите. То есть это золотое правило Евангелия, да, это слова Иисуса Христа. И во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте в отношении их. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы. То есть здесь идет описание критериев. Я так прописал для себя, что это уровень цивилизованности. В глазах апостолов, в глазах первоапостольской церкви создается какая-то определенная такая христианская культура, которая на сегодняшний день, она получила большое, довольно распространение. И основная масса христиан, церквей, они этих правил придерживаются. И слава Богу. Потому что это спасает наши души. Второе место, которое я хочу открыть, это написано у Якова. Апостол Яков, руководитель Иерусалимской церкви. И в первой главе, с 23 стиха он пишет. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Это вот представьте, что когда я смотрю в Библию, да, Библия сравнивает слово Божье с зеркалом. Я вижу там природные черты своего характера, своего внутреннего человека. Библия мне показывает, каким я должен быть на самом деле. Не такой, какой я есть в этом мире и как мир учит. Через Библию, через Писание я вижу, каким я должен стать во Христе Иисусе. Но этот человек посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, в другом месте написано закон Христов, и пребудет в нем, тот, будучи не служителем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии или в действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом, смотрите, что такое чистое и непорочное благочестие перед Богом. Есть то, чтобы презирать сирот, не презирать, тогда было бы написано через Е, а презирать, то есть внимательно смотреть, обращать особенное внимание на сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. В других параллельных местах я смотрел о том, что приводится, что истинный вдох, почитайте, и приводится целая глава, кто такая истинная вдова, и это все очень серьезно для церкви было. Истинных сирот, то есть это не те вот сироты, ну я, конечно, заранее извиняюсь, которые вот просто не являются сиротами, которые приходят, буквально вот так атакуют церкви, они не сироты, у них есть родители, и они ведут себя иногда очень нагло и нахально, то есть буквально выбивая из нас эти деньги, копейки. Вот таким сиротом, ну просто я вот на самом деле в добродетели, будьте рассудительны, говорит Священное Писание, это просто есть средство манипуляции. Когда я вижу сироту, да, действительно, я проясняю о том, что является он действительно сиротой, мы помогаем, к нам приходит несколько человек, которые мы от церкви постоянно систематически благословляем финансово, но я как врач, то есть мне это тоже помогает, я смотрю их справки о том, что он действительно является инвалидом, второй, первая группа, нетрудоспособен, состоит на учете, принимает какие-то определенные лекарства, и он не может себя обеспечивать. Мы призваны таким людям помогать. В третьем месте написано о том, что мы также призваны презирать на странников, странников, которые, ну вот к нам приехали, да, люди какие-то, вот они странствуют, у них возникли какие-то определенные финансовые проблемы, они обратились в церковь. Мы рассмотрели этот вопрос, мы им помогаем. Слава нашему Богу! Это постановление первого апостольской церкви, которое касается и нас, то есть мы это все стараемся соблюдать, мы периодически выезжаем в детский дом, когда наша церковь вырастет, я верю в то, что она вырастет, то мы будем помогать, то есть наш спектр воздействий будет расширяться, мы будем брать еще какие-то другие детские дома, мы будем помогать, потому что предлагали работать с дауновцами, синдром Дауна, и я думаю, я верю в то, что у нас есть такие квалифицированные специалисты, которые могут и эту область также взять на себя и служить этим детям, потому что реально, вот особенно если использовать программу, по которой мы сейчас вот проходим по сей день, это программа, 21-дневная программа для интоксикации головного мозга, она также помогает работать и с дауновцами. И смотрите, какие критерии. Критерии, что делает нас цивилизованной церковью, в плане того, что мы можем сказать о том, что наша церковь растет не только количественно, она в большей степени старается расти качественно, это то, что мы исполняем в заповеди Господние, это то, что мы соблюдаем, стараемся воздерживаться от идоложертвенного, от блуда, от удавленного, от крови, стараться делать людям то, что не хотели, чтобы нам люди причиняли. Обращаем внимание на детей-сирот, на истинный вдов, на странников, помогаем. Но это еще не все. Давайте мы посмотрим на взгляд самого Господа Иисуса Христа. То есть то, что мы выше прочитали, это написали люди, то, что сейчас мы прочитаем, это слова Иисуса. В Евангелии от Матфея, и нам, как христианам, это очень важно знать, в Евангелии от Матфея, 26 главе, 11 стих, Иисус Христос говорит, «Ибо нищих всегда имеете собой, а меня не всегда имеете». И вы знаете, именно церковь в современном обществе, она несет на себе ответственность печься о нищих, об истинных нищих, которые действительно не имеют возможности зарабатывать на хлеб по каким-то определенным причинам. И Иисус Христос говорит о том, что Церковь Божия, она всегда будет иметь нищих, заботу о нищих. Давайте мы пойдем дальше. То есть это заповедь Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, 10 глава, с 11 стиха. И вот здесь я бы хотел обратить ваше внимание, здесь мы уже выходим на тот уровень, когда Иисус Христос смотрит. Вот этот город, он действительно цивилизован, он действительно зрелый, духовный. По каким критериям? Смотрите, как Иисус Христос учит. В Евангелии от Матфея, 10 главе, с 11 стиха. В какой бы город или селение не вошли бы вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, то есть кто воспринимает, кто на самом деле слушает Слово Божие. Мы научены не метать бисер перед свиньями, проясняем о том, что если у человека есть предназначенность, если он хорошо принимает, приглашает в гости домой, там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему. Если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится, а если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то выходя из дома или из города того, отресите прах от ног ваших, истинно говорю вам, это говорит Бог. Отрадней будет земле Содомской и Гоморской в день сюда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. И вот знаете, вот это слова Иисуса Христа, они определяют цивилизованность на самом деле. То есть, если мы посмотрим глазами Иисуса, то если приходят христиане, потому что малыми сими Иисус Христос называет своих детей, божьих детей, которых уверовали, которые получили рождение свыше, и о которых он блюдет, он наблюдает за ними, как их принимают. И вот христиане пришли в какой-то город, в какую-то страну, в какой-то дом. Если этот дом или эта страна принимает христиан, то мир приходит, благословение Божие приходит на эту страну, на этот дом, на отдельно взятый город, и Бог начинает этот город что? Он начинает его благословлять. Это обещание Бога. Вы согласны со мной? Это да и аминь. Если христиане приходят в ваш дом, когда-то это случилось в моей жизни, сейчас вот мы с Натальей вернулись из путешествия, мы путешествовали по Балканам и были в нескольких таких вот семьях, когда мы приходили туда, входили в эти дома первый раз, и мы, как христиане, мы научены. Мы входим в дом, и я говорю, мир вашему дому. Ну, кто еще так делает? Я верю в то, что если мы христиане, мы призваны так поступать. Это и как определенный такой критерий. И это то, что Иисус Христос мне заповедовал сделать. И семья говорит, с миром принимаем вас. Все. То есть этот мир автоматически, он приходит, потому что это Иисус обещал. Понимаете, да? А Иисус свои обещания что? Он всегда исполняет. Обетование Господа это всегда есть. Да и аминь. И вы знаете, вот просто мы пережили несколько таких встреч, общений с людьми, которые, ну, например, мы первый раз встречались, они приняли нас миром, и Бог так благословил общение, что когда мы предложили помолиться, у хозяина этого дома у него просто потекли слезы, то есть он заплакал. Я верю в то, что Божье благословение, оно пришло на этот дом, и у них были какие-то определенные проблемы, но теперь это уже не их проблема, это проблема Господа. Аминь или не аминь. Потом поехали в другую семью, и также семья нас очень хорошо приняла. И вы знаете, я могу так сказать, что вот люди в Балканах, вот особенно в простых селениях, они другие. Балканжи, я бы так сказал, что Балканжи, это особо такие, какие-то, знаете, такие гостеприимные люди, которые настолько вот, они открытые, то есть они вот, входите к нам, вот все, что наше, это ваше, вот вы будете у нас вот здесь спать, хозяин, говорит, заходит в спальню, говорит, это была наша спальня, теперь это ваша спальня, вы здесь только все, говорит, не обижайте нас, мы вот решили, что вот вы займете самые лучшие места, и вы знаете, это было, это просто как какой-то, то есть я понимаю, вот знаете, давайте мы прочитаем следующее место, где написаны слова Иисуса Христа, что когда вы, люди, да, принимаете моих малых, моих там учеников, на самом деле вы меня принимаете. И я хотел бы прочитать это также немножко ниже, в Евангелии от Матфея в 10 главе, и там написано 40 стиха, кто принимает вас, тот принимает меня, говорит Иисус Христос, а кто принимает меня, тот принимает пославшего меня, тот принимает Бога, представляете, да, то есть принимая вас, если ты христианин, рожденный свыше, если ты являешься таким, да, Божьим детем, входя в дом, говори, мир вам, если вас с миром принимают, то мир Божий, благословение Божие приходит на этот дом, если говорят, вы знаете, вы здесь, пожалуйста, ничего о Боге не говорите, мы не хотим это слушать, и вообще, ну там, до свидания, вы разворачиваетесь, но с вами вместе уходит что? С вами уходит мир Божий, Божие благословение уходит, и эта семья остается без Бога, и это страшно на самом деле. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника, и кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей. И вот я хотел бы обратить внимание, как оценивает Иисус Христос уровень, уровень культуры, пусть это будет христианская культура, уровень какой-то воспитанности, потому что цивилизованность, если брать слова-синонимы, то это наша внутренняя какая-то образованность, это наша внутренняя какая-то культурность, это наша внутренняя какая-то общественность, то есть возможность, на самом деле, желание, мотивация общаться, знакомиться, помогать другим людям, которым, может быть, не так хорошо, как нам, может быть, они в чем-то нуждаются, это уровень цивилизации. Цивилизованность в глазах Иисуса Христа о том, что Иисус смотрит и сегодня наблюдает за христианами, если христиан принимают где-то, Иисус благословляет, не принимает, Иисус забирает свое благословение, благословение, посылает их дальше, они идут, идут, входят в какие-то бленные дома, и они могут быть или благословением, для кого-то, или для тех, кто не приняли, то просто отсутствие каких-то вот таких благословений. Иисус идет дальше. Еще одно место, которое я хочу открыть, также написано в Евангелии от Марка, 9 глава, Евангелие от Марка, 9 глава, 41 стиха. И кто напоит вашу чашу воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говоря, вам не потерять награды свои. А кто соблазнит одного из малых сих, то есть кто-то не утверден еще, кто-то только недавно народился, кто-то еще вот как-то колеблется в вере, и кто-то пришел и сбил его с путей Господних, внушил какие-то сомнения, колебания, унизил, оскорбил, запугал или соблазнил в какой-то грех. Иисус Христос за этим наблюдает. Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили Ему камень от жерного, жерновный камень на шею и бросили его в море. Насколько серьезно Иисус Христос оценивает отношение какого-либо человека, города или целой страны к христианину. Вы слышите меня? К живому христианину, к Божьему Дитя. Слава нашему Богу. И вы знаете, я бы хотел, чтобы мы дальше пошли в плане того, что вот зная вот эту схему, зная вот эти места из Библии, можно оценивать, в каком состоянии нахожусь лично я, принимаю ли я христиан или являюсь ли я сам христианином, в каком состоянии находится тот или другой город или семья, принимает ли она. Я могу так сказать о том, что Иисус Христос оценивает цивилизованность в плане того, что буквально таким образом. Если принимают моих детей, они принимают Меня, вместе со мной они принимают Бога, и эта страна, эта семья, этот город рано или поздно будет успешным. Я могу привести, например, мы были в Южной Корее. Я хочу сказать, Южная Корея в представлении Иисуса Христа это очень высоко цивилизованная страна. Почему? Потому что там приняли Иисуса Христа, на сегодняшний день там более 80% населения считают себя христианами. Это не просто номинальные христиане, это христиане, которые читают Библию, которые не только читают, не только знают свой образ, они исполняют слова, они очень много молятся, больше, чем в Южной Корее, наверное, никто не молится. Они молятся по 3, по 4, по 5, по 6 часов каждое утро. Молятся до тех пор, пока не накроют, пока не пропитают, пока не произойдет настоящая пропитка в силе Святого Духа, и потом только они начинают как-то двигаться, идти, трудиться, работать и что-то делать для Господа. И уровень цивилизованности, я верю в то, что в христианском, знаете, в христианской культуре, в данном случае я мог бы оценить так, какая страна наиболее, или в большей степени отправляет миссионеров. И вот опять же, Южная Корея, она на сегодняшний день уже обогнала Америку. Америка стояла на первом месте по количеству отправленных миссионеров. То есть это было огромное число. Сегодня Южная Корея уже обогнала. Я хочу сказать о том, что это уровень не только церкви, это уровень всей страны. То есть можно смело назвать Южную Корею, что это христианская держава, не номинальная, не условная, которая действительно живет по Евангелию и которая действительно, они возросли в меру полного возраста Иисуса Христа. У них зрелость, такая зрелость. Я хочу сказать о том, что очень растет все больше и больше количество отправленных миссионеров, которые отправляет Россия. И меня это очень сильно радует. В моем представлении цивилизация или цивилизованность России, она растет в глазах Иисуса Христа. И, конечно же, у нас это на глазах у всех происходит. К нам уже начали обращаться в плане того, чтобы отправлять сюда, в Болгарии, по всей Европе подготовленных, обученных китайских миссионеров. И в моем представлении Китай, вот на сегодняшний день, он такими темпами, не только экономически он развивается, но и духовно. То есть подземная церковь уже вышла из подземелья, и они уже, я могу так сказать, судорожно, знаете, вот просто в каком-то вот таком предвосхищении, они отправляют своих христиан обучаться куда-то там в Сингапур, там на Филиппины, потому что в Китае пока еще такой возможности нет, и они готовы уже отправлять. То есть вот куда, куда вы хотите, вот мы хотим, мы хотим отправлять. К нам две недели тому назад прибыли первые китайские миссионеры, к нам приехали, и они говорят о том, что мы хотели бы с вами сотрудничать, и мы хотим отправлять своих миссионеров. Ну, дайте нам какую-то определенную информацию, вы хотите, мы, конечно, хотим. Итак, уровень цивилизованности до той или другой страны можно сегодня оценивать не только потому, что страна приняла христиан, как в большей степени потому, что страна начала уже отправлять своих первых каких-то пленых таких посланников. И, конечно, вот это, ну, этому нельзя не радоваться. Слава нашему Богу. Последнее место, которое я хочу открыть, оно подтверждает то, что я сейчас говорю, и это написано в последней главе Евангелия от Матфея. Это все тот же самый призыв, великий призыв Иисуса Христа, и это тоже признак высокой цивилизованности, высокой духовной культуры, высокой христианской культуры. Евангелие от Матфея 28 глава, с 18 стиха, и опять же слова Иисуса Христа. И приближившийся Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Смотрите, Иисус Христос говорит, идите и научите, то есть дайте образование, дайте хорошее, достойное, духовное, христианское образование. Пусть люди заканчивают библейские школы, там альфа-курсы проходят, библейские колледжи, библейские институты, библейские семинарии. Пусть они укрепляются во Христе Иисусе, пусть они погружаются в познание нашего Господа Иисуса Христа. Научите все народы, крестя их, преподавая водное крещение, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, заповеди Иисуса Христа. И сея с вами во все дни, до скончания века. Аминь. Слава нашему Богу. Вы знаете, просто вот у меня такая радостная новость о том, что Бог что-то начинает делать для нашей церкви, потому что позвонили в Санданский, с города Санданский, и сказали так, о том, что мы смотрим, и благодарность нашей команде, видеооператоров, что они делают вот эту прекрасную работу, потому что нас смотрят, и это здорово. Мы смотрим регулярно ваши видеослужения, и нам они очень нравятся. Может быть, мы не все понимаем на русском языке, звонили болгары. Мы бы очень хотели, чтобы в нашем городе, в Санданске, также открылась церковь для русскоговорящих. Могли бы вы нам отправить миссионера, служителя, который бы начал такое служение? И я ответил тогда, когда просто вот, ну, я не был подготовлен, и говорю, вы знаете, просто на сегодняшний день, ну, у нас есть желание отправлять миссионеров и открывать филиалы, потому что наша церковь имеет такое право, но у нас просто нету готовых служителей. У нас нет обученных миссионеров, которых мы могли бы отправить. Уже первые студенты появились, но они только начали свое обучение. И они говорят, продолжают говорить, вы знаете, мы могли бы, у нас такое сильное желание, что мы могли бы собрать народ. Здесь очень много русскоговорящих. В городе Санданске, который находится юго-западная часть Болгарии, на границе с Грецией, очень много русскоговорящих, и они приходят, спрашивают к нам регулярно, мы могли бы собрать их у людей, мы бы могли бы нанять помещение, насколько надо человек, и мы могли бы арендовать первое время, то есть давать финансы для того, чтобы вам не надо было за это платить. Только, пожалуйста, отправьте нам своего служителя. И мы поговорили, и вы знаете, я думаю, ну просто что делать, ну у нас нет служителей, которых можно было на сегодняшний день отправить. И тут я вспоминаю о том, что у нас в Софии благословенный брат Виталий Мостовенко, который был у нас в церкви, который нес служение здесь, который вместе со своей супругой Ириной прославляли Бога, автор многих христианских песен. Одна из наших любимых песен, когда мы путешествуем, мы всегда включаем «Доброе утро», вот эта песня, «Мой папа работает Господом», и она подымает дух. И как раз мы включили эту песню с Наташей, я вспомнил о том, что у нас есть Виталий Мостовенко, я ему тут же звоню, я говорю, «Виталий, мы тут слушаем твою песню, и мы бы хотели бы тебя просить, а ты не мог бы?» Вот нам пришла такая мысль, в Санданске предлагают приехать служителю от нашей церкви и начать там служение. И Виталий сказал, «Ну я подумаю, мы там помолимся с Ириной». Через какое-то время он перезванивает, он говорит, «Ты знаешь, вот Господь нам открыл, что нам надо туда ехать, мы даже уже назначили дату, а вы знаете, кто такой Виталий?» Виталий – это готовый пастор, в том плане, что на Украине он состоял в епископате, то есть это бывший епископ, который во время военных действий не захотел воевать, не захотел брать оружие в руки и просто он бежал с Украины, выехал из Украины для того, чтобы жить здесь, в Болгарии. Болгария его приняла, и он сегодня здесь оформляет документы, уже работает в Софии, потому что там в Бургасе пытался, но просто как-то не пошло, и он планировал, кстати, переезжать нам в Варну, но он говорит, вот работа пока здесь есть, мы пока здесь работаем, но у него фамилия такая, он сам так, знаете, как-то провозгласил, знаете, моя фамилия, говорит, Мостовенко, я мост, то есть я мост, который связывает между собой церкви, меня и раньше, вот как дар вот этот использовали, о том, что я просто был каким-то, наверное, таким куратором между церквями, ну, все, Виталий, давай вперед, Санданский, это так далеко, ну, то есть это примерно от нас где-то 600 километров, нет, более, более 650 километров где-то от Варны, и назначили дату, они созвонились, а сестру зовут, знаете, как зовут уникально, здесь много в Болгарии таких христианских имен, ее зовут Евангелия, вот кто бы мог подумать, говорю, позвони Евангелии, познакомься с Евангелией, и начинаю там евангелизировать, вместе с Евангелией, слава нашему Богу, так что у нас вот такие радостные новости, мы стараемся быть цивилизованной церковью, аминь, то есть мы сегодня узнали о том, что чтобы быть цивилизованной церкви, мало принимать христиан, нужно еще и отправлять христиан, миссионеров, служителей, для того, чтобы они открывали новые церкви, шли туда, куда Господь их призывает, и, конечно, я хотел бы еще раз просто напомнить нам о том, что мы всегда помнили великое поручение Иисуса Христа, что мы призваны для того, чтобы идти куда-то, чтобы научать, чтобы крестить, и чтобы учить людей соблюдать все то, что Иисус Христос нам повелел соблюдать, и сами быть исполнителями, не слушателями забывчивыми, но исполнителями и людей учить исполнять заповеди Божьи, тогда мы, Библия говорит, мы блаженны, тогда мы цивилизованные христиане, аминь или не аминь. Слава нашему Богу, я на этом заканчиваю. И давайте мы склоним наши сердца перед нашим Господом. Спасибо тебе, дорогой Иисус, Господь, спасибо тебе за то, что у нас другие критерии, не те критерии, как у этого мира. Если бы я жил сегодня по критериям этого мира, то лично у меня не было бы никаких шансов, потому что мои родители когда-то развелись, мой отец, он не был со мной, я практически не видел его, он иногда просто приходил, у меня не было возможности нанимать репетиторов, у меня не было возможности учиться в каких-то элитных институтах, университетах, но когда-то я познал тебя, Иисус Христос, и моя жизнь круто изменилась. И совсем недавно мы размышляли с моей супругой, то, что и у моей супруги также родители были разведены, и в принципе, если бы мы не верили в Бога оба, то у нас бы не было шанса сохранить нашу семью, но мы сегодня вместе, потому что мы соединены с Господом, потому что мы в Завете, и это неделимо, то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Мы благодарим тебя за это, Иисус, за то, что ты сохранил нашу семью, за то, что мы так же и сегодня обычные простые рыбаки, которых ты взял, простые рыбаки, Господь Отече, которые получили высочайшее образование на то время, они учились в институте Иисуса Христа, лично обучались у тебя, это были бизнесмены, потому что у них была своя рыболовецкая артель, это были люди, которые умели зарабатывать деньги, они ловились сетями, они не ловили удочками, они ловились сетями, они работали по-крупному, на эдра, как в Болгарии говорят, и ты, Иисус, научил их по-крупному ловить человеческие души. Господь, дай нам также научиться по-крупному научиться ловить, Господь, очень, драгоценные человеческие души, Господь, очень, Аллилуйя, Отец. Сегодня у нас есть шанс обучаться в школе Иисуса Христа, получать высочайшее образование, лично от Иисуса, потому что Иисус живой, сегодня Он в Духе Святом, двигается, Господь, в нашей церкви. Спасибо тебе за то, что ты посылаешь нам, Господь, очень необходимых людей, Господь, очень служителей, которые готовы служить, куда ты их не призовешь, Господь, очень, Аллилуйя, Отец. Пусть, Господь, очень наша церковь возрастет до такого уровня, чтобы нам отправлять много миссионеров. Мы благодарим тебя за то, что сегодня Россия отправляет все больше и больше миссионеров по всему миру. Это уже известные евангелисты, это уже известные миссионеры. Спасибо тебе за то, что это служение расширяется. Я также благодарю тебя, Господь, очень. Я это откровение получил еще 20 лет тому назад, что будет пробуждение в России, будет пробуждение на Украине, будет пробуждение в Белоруссии, будет пробуждение по всему бывшему СНГ, и будет мощное пробуждение в Китае. И такого количества, как Китай, никто не сможет отправить, потому что Китай будет отправлять миллионы миссионеров по всему миру. И они будут евангелизировать весь мир, входить в те страны, в которых Евангелие уже остыло, где христиане уже стали тепленькими, в век Лаудикии. И эти китайские миссионеры, они будут зажигать, эти русскоговорящие миссионеры будут зажигать огонь Святого Духа, Господь, спасибо тебе за то, что мы относимся к таким церквям, которые, Господь, сегодня возрастают, Господь, во славе Господа, и мы хотим быть цивилизованными христианами, потому что, Господь, исполняет Твои критерии. Мы смотрим на цивилизованность Твоими глазами, Иисус. Мы сегодня узнали, что, Господь, Ты смотришь по-другому. Где принимают малых Твоих, там Твоя благодать, там Твое благословение. Откуда нас изгоняют, оттуда мир и благословение также уходят, потому что, Господь, Ты идешь вместе с нами, Господь, Ты двигаешься, Господь, в своих детях. Аллилуйя, Отец, Астана, слава Тебе. Благодарим Тебя за то, что, Господь, Ты нам дал четкое, Господь, и ясное поручение, Господь, Аллилуйя, Идти до края земли, в те страны, Господь, где еще не слышали Евангелие, Господь, в те племена, Господь, где Слово Твое не проповедовалось, идти в те страны, где забыто Евангелие или оторгнуто, Господь, Отец. Спасибо Тебе, дорогой Иисус, Аллилуйя, Отец, утверди нас в этих истинах. Пусть наша церковь возрастет в меру полного возраста Иисуса Христа, Аллилуйя, Отец. Спасибо Тебе за то, что Ты нас в чем-то утверждаешь, Аллилуйя, Отец. Пусть это великое поручение, оно живет в наших сердцах, дай нам о нем всегда помнить и соблюдать Твои заповеди, Иисус, Аллилуйя, Отец. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа и народ Божий скажет Аминь. Слава нашему Богу. И у нас сегодня есть тоже свидетельство и мы на этой неделе встречались с братом Андреем, вот был такой такой братский разговор.